Здравствуйте, меня зовут Иван, и я Качок. В 13 лет мой друг предложил мне сходить в спортзал и покачаться. Я сначала отказывался, но он сказал, давай ходим хотя бы один раз. И я согласился. Придя один раз, я начал потихоньку втягиваться, и мне это понравилось. Со временем из дома стали пропадать продукты. Моя мама стала меня реже видеть. И мне нужно было на что-то переходить всерьезнее. И я перешел на протеин. И я нашел очень хорошее место, где можно купить протеин, не переплачивая за бренд и упаковку. Ссылка на сайт находится здесь. Занимайтесь спортом, всем мир! Всем привет, меня зовут Калашников Андрей, и как вы знаете, я начал заниматься спортом. Сейчас настал тот день, когда мне требуется спортивное питание. Я пришел в магазин «Протеинград» в городе Казань, и рядом со мной управляющий Даниревский Игорь. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей, тебе нужно протеин. Чистокровный немец. Расскажи мне, Игорь, что не потребуется, чтобы подкачаться, какие нужны добавки? Поскольку у тебя недостаток массы, я тебе рекомендую создать чисто под себя, а именно в этом главный плюс весового спортивного питания, это гейнер. Теперь мы создадим многокомпонентный гейнер, то есть на основе быстрого протеина, то есть концентрация сыворотки, вот когда у меня лактанин, изомультовоза, то есть это медленный углевод, и мальтодекстрен, это быстрый углевод. Сейчас показываю как. Соответственно, берем молоко. Берем молоко. Да сегодня целый вечер с этими качками провел, блин, да они тупые, вообще ненавижу качков. Да вообще с ними поговорить даже не о чем, как они вообще с девушками общаются. Вообще, вот, не взлюбил их прямо, они мне не нравятся конкретно. Я тебе перезвоню. Ну, обычно я не кладу больше 200-250 миллилитров. Или миллиграмм. Ну, тебе поставим 250. Дальше мы берем... Обычное молоко мы используем, да? Ну, лучше ультрапастеризованное, поскольку оно долго не портится, соответственно, наши запасы дольше не пострадают. Дальше. Расчет какой? Полтора грамма на килограмм веса, соответственно, мы берем из протеинов. Но, чтобы прогрессировать, нужно 2,5-3 грамма на килограмм веса. Но так как ты ешь мясо, другую белковую пищу, соответственно, делим пополам. Я остановился на полтора килограмма. Твой вес 70 килограмм, соответственно, твоя дозировка получает... Ну, условно, это... 2,5-0,5-0,5-1-1-0,5-1-0,5-1-0,5-1. Аминь, соответственно, понял. Поскольку раньше ты спортспит не употреблял, мы начнем с дозировки 60 грамм. это получается 4 столовые ложки. Соотношение на тебе, я думаю, вполне рабочее будет 1,0505, то есть соотношение 1 к 1 к углеводам. То есть начинаем. 4 столовые ложки с горкой это протеин. 1, 2, 3 и 4. Теперь добавляем мельный углевод, соответственно 2, поскольку это соотношение 0,5. Он так и называется? Медленный? Ну и же мультовод называется. 1, 2 и мультидекстрина, тоже соответственно 2 ложки. Дальше, чтобы придать вкус, Андрей у нас выбрал шоколад. Ножа у нас нет, поэтому чуть-чуть добавим. Есть кредитная карточка. Соответственно добавим совсем немножко шоколада. Да, эта штука очень высококонцентрированная, ее хватит на почти 4-6 килограмма, зависит от того на сколько ты сутка ешка. Смешивать нужно недолго, в принципе пока визуально все, весь порошок не размешался. Дальше, конечно, в идеале ему дать отлежаться, но в принципе и так видно то, что уже нормально. Если отлежаться, то чтобы полностью растворились комочки протеина. Хотя здесь и так присутствует сетка, это возможно не потребуется. Все убить? Да. Сейчас скажу, как на вкус. Это придерживает, да? А вкус-то на вкус, но необычно напоминает, не знаю, что сказать. Вкус детства. Да, вот вкус детства какой-то, да. Правда, пить вкуснее даже, чем вот в банках продают. Тобе надо выпивать весь. А сейчас прям? Можно, так, соответственно, твоя дозировка, как я уже говорил, 7 столовых ложек протеина и по 3,5 ложки того и другого углевода. Соответственно, в идеале ты между приемом пищи. Соответственно, 8 часов, допустим, у тебя завтрак, часов в 10-11 ты выпил 1 треть этой дозировки. Дальше, соответственно, у тебя обед, там в 12 час, часов в 3 ты снова выпил. И так растягиваешь между приемом пищи. У тебя получится где-то 5-6 приемов пищи, что в идеале для тебя. То есть, вот эту банку на целый день? Ну, это базовая дозировка. То есть, в идеале ее, конечно, увеличивать. Допустим, сейчас это 4,2,2 соответственно у нас. Через занятия ты можешь сделать 5,2,5,2,5, потом 6,3,3 и так далее. То есть, вот так. Всем советую магазин протеинград в городе Казань. Здесь широкий ассортимент высокого спортивного питания. Вам всегда здесь посоветуют, что вам лучше пить, что-то подскажут, если вы чего-то не знаете. Отличный консультант. Всем до новых встреч. Увидимся на тренировках. Как называть-то по имени? Все готовы? С протеином, парень, парень. С парень протеином. Мне требуется спортивное питание. Я пришел в магазин... Сука, как он называет 45? У меня уже все спуталось. Рядом со мной кто? Управляющий! Блин, я новый красный. Нормально тебя забили. Управляющий, Даниил, как, чего? Я говорю Машку. На одинерталью Машку, как ее фамилия? Вот ты муляешь. Посмотришь. А, в кадр... Ты что сам? Данилевский Игорь. Да, Данилевский. Как фамилия? Данилевский Игорь. Это же русская фамилия? Польская. Скажите нам, что мне потребуется для того, чтобы накачаться, стать сильным, чтобы девочкам нравится? Вот сейчас забыл. По идее, вообще. И я в том-то и дело не понял. Я тоже в начальном цели. Нет, это момент, когда... Нужен Куртырин. А этого мне хватит. Может, как-нибудь... Чтоб я появился и взгляну его. Не видно этот вертамин. Вот.